Привет дорогие друзья! Вчера нас слушаете всех расстроили, сообщив о том, что Ветренко, любимец Зеленского, уходит с поста исполняющего обязанности министра. Ну по сути с поста министра, да, потому что его все-таки пропихнули стараниями Владимира Александровича и он стал исполнять обязанности министра, да, что он уходит, покидает нас. Я смотрю плач Ярославный начался такой, да нет, ну почему он уходит? Это любимец народа, который получал 25 миллионов гривен в месяц зарплаты, а сегодня обрадовали с утра, обрадовали, никуда он не уходит, продолжает, продолжает, зелья по всей видимости порешал, чтобы он никуда не ушел. Не благодарны вы все те, которые там пишут, что вот Ветренко такой, Ветренко сякой, он отказался от зарплаты в 25 миллионов гривен ради вас и согласился перейти на министерскую скромную там 100 тысяч гривен. Это же все ради вас делается. Вы бы смогли так отказаться от 25 миллионов в году 100 тысячам? Только о народе думает, только о народе. Ну еще хорошая новость. Опять-таки Зеленский обрадовался таким тупым пафосным лицом, рассказал о том, что получим таки 10 миллионов вакцин. Я же говорил, ну типа говорил он, да, в его взгляде читалось. Я же говорил, 15 февраля начнем. Вот начали, получим 10 миллионов доз, да ничего-то там, а Pfizer. Зеленский без сомнения записал это в собственные заслуги. В Минздраве тоже оживление. Им бы хотелось хотя бы кусочек заслуг Зеленского забрать. Но давайте разберемся. Во-первых, нас уже готовили к получению вакцин Pfizer. Мы помним прекрасно спойлер, который был запущен послом Украины в Израиле, потом опровержение. Теперь-то мы уже немножко поняли, зачем принимали закон, снимающий с производителей и медиков ответственность за побочные эффекты. Зачем решили разработать ковидные паспорта? Зачем президент решил издать указ о вакцинации? Уже некоторые шутили, что он отменит коронавирус решением СНБО. Но фишка в том, что нас готовили. Готовили для большого сюрприза и для перемоги. И в то время, когда СБУ отчаянно боролась с распространителями слухов, панических настроений, Украина уверенно вышла на первое место в Европе по заболеваемости. А как вчера я слышал, так она вышла на первое место и по смертности. Тем не менее, готовили инфраструктуру для вот этой перемоги. Для чего только нужны в Украине ковидные паспорта, если не привито и третье население не привито? И для чего нужно освобождать от ответственности тех, кто будет завозить вакцину по системе COVAX? Если мы еще ни хрена не получили по системе COVAX, это непонятно. В итоге получилось, что Зеленский просто балабол. Ну, он и есть балабол. Вы помните, как на свой день рождения он анонсировал завоз миллиона доз вакцины от одной известной очень мировой компании. Только название я вам не скажу. Ну и, конечно же, никто ничего не привез. Ковишилд, который нам продолжают представлять, как абсолютно ту же Астрозенека, привезли полумиллионной партии. Китайскую коронавак вообще 215 тысяч. Теперь Минздраве размышляют над тем, как бы ревакцинировать уже привитых первой дозой. И нам уже дали понять, что для этого будут использовать вакцину, произведенную в Корее. Мол, типа, они взаимозаменяемые. Но это так себе. Когда смешивают препараты разного производства, ничего я лично хорошего в этом не вижу. Тут один любопытный мужчина уже сравнивал вакцину Ковишилд и материнскую Астрозенека. И обнаружил, что какие-никакие различия есть в количестве вирусных частиц. В индийской версии их в 200 раз больше на единицу объема. К тому же надо заметить, что у самой Астрозенека трудные времена не заканчиваются. Потому что европейский регулятор заявил таки о том, что церебральный тромбоз все-таки связан с вакцинацией. Неизвестно, правда, каким образом и так далее. Но связь есть. Это то, о чем заявляли очень многие люди. А их потом блокировали в соцсетях за то, что они раздували панику и клеветали на вакцину. А вот все-таки продолжают настаивать, что связь не выявлена. И преимущества вакцины перевешивают риски. Хотя я признаю, что редкие случаи тромбоза после их применения все же наблюдаются. При этом проблему признают даже в Великобритании. Так из-за образования тромбоза у взрослых приостановили испытания на детях. Изначально, как вы помните, AstraZeneca отказывались водить пожилым людям из-за отсутствия информации о ее воздействии на организм пожилых людей. Каждый день новые штаммы вируса обнаруживают. В общем, ситуация не очень. Украинский Минздрав, как и прежде же, продолжает делать вид, что его это не касается. И он не обязан хотя бы перепроверить противопоказания для использования вакцины. Может, надо хотя бы было бы контролировать свертываемость крови у тех, кого мы собираемся вводить. А чтобы не добить предрасположенных к тромбам или гепарин назначать в отдельных случаях. Впрочем, AstraZeneca, то есть Ковишилд, и так скоро закончится. Перебои уже наблюдаются. А в Киевской области 4 дня не могут ввести ни одной дозы. При этом Зеленский объявляет перемогу. Причем решил не мелочиться, как в прошлые разы уже обещает не миллион. А 10 миллионов вполне возможно в следующий раз пообещает 50. Он вел переговоры лично с президентом Pfizer. Проводил с ним переговоры, выпрашивал еще в феврале. И так совпало, что 10 миллионов нам анонсировали сразу же после серии звонков от западных партнеров. Байдена, Джонсона, Трюдо, Столтенберга. И кому там еще он звонил, чтобы получить какой-то мощный сигнал поддержки. Так что не удивляйтесь, что получение этих 10 миллионов доз, хотя они еще только озвучены, будут напрямую связывать с помощью от наших вечных друзей. Правда иронично вышло, что Зеленский всех их призывает поскорее принять Украину в НАТО. А ему уже из Белого дома дали понять, что прежде чем проситься, для начала нужно бы выполнить требования Альянса. В любом случае с будущими поставками Pfizer есть все-таки ряд вопросов. Почему именно Pfizer? Вполне себе понятно. Самая раскрученная вакцина, еще и американская. То есть ей можно колоть белых людей. Опросы показывали, что украинцы больше всего и доверяют Pfizer. 23% опрошенных на R&B групп. Если она действительно поступит в страну массово, то по крайней мере можно сбить волну скепсиса по отношению к вакцинам. Потому что у нас, как вы помните, не хотят вакцинироваться уже даже бесплатно. Вот из-за этой информации, которая реально соответствует действительности. Но за которую СБУ арестовывает людей, они панику там раздувают и так далее. С Pfizer связаны некоторые вопросы по поводу ее хранения. Причем вопросы серьезные. Изначально заявлялось, что для ее хранения необходимы контейнеры, в которых поддерживается температура 70 градусов. Потом сказали, что выше температура тоже пойдет. Но представители Pfizer в Украине вообще начали говорить, что в специальных боксах ее можно возить, которые поддерживают температуру 5 недель. Однако же, судя по тому, что США нам собрались презентовать холодильник для ее хранения, то, скорее всего, холодильник для ее хранения все-таки необходим. Представьте, что нам в аэропорт привезут миллион доз. Их надо развести по областям. А там в течение какого-то времени раздать нуждающимся. Давайте вспомним. COVID-Shield еле вывезли на темпы 10 тысяч в сутки. Пинками сверху. 10 миллионов по 10 тысяч в сутки. Это тысяча дней. Тысяча дней, друзья мои, это 3 года. Тогда украинская власть должна заявить, что вакцинация у нас закончится к 2024 году. А к 2024 столько штаммов новых появится, что нам еще понадобится 18 вакцинаций. Все плохо. Да. При этом мы сейчас обсуждаем побочные эффекты AstraZeneca, или то, что президент Аргентины заразился короной уже после первой дозы спутника. А побочных Pfizer мы забыли немножко. Потому что немало пожилых людей после вакцинации этой вакцины, к сожалению, отправлялись в мир иной. Мы не знаем, связано ли это с использованием вакцины или нет. Но пока верстался этот материал, было сообщение о смерти еще одной пенсионерки 82 лет, которую до этого вакцинировали данной вакциной. Вполне может быть, знаете, люди в 82 бывает умирают и так. Но это все равно требует изучения, не правда ли? Проблема в том, что в случае с AstraZeneca причина этих смертей это был тромбоз. А что с Pfizer, это вообще непонятно. Очень не хотелось бы, чтобы у нас случилась та ситуация с медсестрой, которая на телевидении в целях пропаганды вакцинации вакцинировалась и тут же умерла. Потому что это будет просто иметь такой отталкивающий эффект. Pfizer не рекомендует склонным к аллергии. В Израиле наблюдается ряд случаев паралича лицевого нерва. Это тоже рассматривается как одна из аллергических реакций. Даже если, как сообщается, что это проходит со временем, все равно неприятная история, правда? Мы сейчас говорим о том, что вакцина все-таки приедет, но надо немножечко подождать. А сколько подождать? У нас уже были сроки. 15 февраля проотвечались. 15 марта. 15 апреля тоже нифига не начнется. Так сколько ждать надо будет? И к чему готовиться? Вот в чем. Основная эта проблема в чем? Зеленский не говорит. Смотрите, у нас не получилось. Да, мы вот с такими руками, у нас не получилось. И поэтому вам надо готовиться к тому, что до конца 2027 года ничего не получится. Но нет же. Они продолжают кормить людей дезинформацией. Их центры по борьбе с дезинформацией борются с теми, кто критикует вот эту вакцинацию, которая не началась. Люди говорят, начинайте вакцинацию. А их за это к ним ГСБУ приходит. А почему тогда не арестовать Зеленского за дезинформацию о том, что вакцинация начнется 15 февраля? Это понятие растяжимое в ближайшее время. Это что, июнь, июль, август, сентябрь, может следующий июнь и так далее. Но тут выясняется совсем нехорошее. Оказывается, Украина заключила с Pfizer не контракт, а рамочное соглашение. А это две большие разницы. Договорились договариваться, как говорит гендиректор медицинских закупок Арсен Жумадилов. По его словам, ни одна вакцина не была и не будет закуплена таким способом. Рамочное соглашение означает, что его условия до конца еще не утверждены. Может быть, в ходе переговоров могут быть пересмотрены. А вдруг Pfizer что-то потребует принять от Верховной Рады? А вдруг заявят, что из-за дефицита вакцин они поставку сдвигают на конец 2022 года, к примеру? А что им мешает раздвинуть это рамочное соглашение? Потому что Зеленский в очередной раз соврал. Он постоянно кормит завтраками. Он не говорит по факту, завтра будет вот-вот и оно происходит. Он постоянно врет. Плюс, давайте не забывать, что при всей перемоге 10 миллионов вакцин это 5 миллионов вакцинированных. 5 миллионов вакцинированных это 13% от населения. Что делать с остальным? Это вот это представляется как супер победа. Но это чуть-чуть больше, чем одна десятая. А с остальными что? Надо еще и понимать, что после объявления рамочного соглашения в Минздраве захотят распилить еще больше денег. Степанов уже заявил на заседании правительства, что на закупку за законтрактованных вакцин понадобится еще 6,5 миллиардов гривен. Это крайне интересно, потому что если мы воспользуемся калькулятором и решим, что вот эти 6 миллиардов, 6,5 миллиардов необходимы для закупки вот этих 10 миллионов, то у нас получится, что доза стоит 650 гривен. Тогда как в ЕС она составляет 15 евро, то есть 510 гривен. Еще нужные документы даже не подписаны, но впечатление такое, что уже кто-то что-то в голове себе украл. Ну еще понятно, что в команде Зеленского уже передрались за присваивание себе этой значимой перемоги. Зеленский, Ермак, Степанов, впрочем, на Степанова скорее всего собираются повесить всех собак и типа сбросить его. В любом случае, к моменту, когда Украина получит эту вакцину, я думаю, что рейтинг слух народа просто будет отсутствовать как таковой. Настоящий рейтинг, нерисованный, который они распространяют по телевизору. Ой, рейтинг подрос, ой, рейтинг подрос, это курам насмех. Почему он будет составлять 0-0? Потому что даже на примере с вакцинацией вся страна поняла, что они не могут ничего. Они просто криворукие. Они, к сожалению, единственное, что могут это украсть и натравить на кого-то нацистов и СБУ. В общем-то, это все, что может Зеленский. Еще трепать языком. У меня все, друзья. Спасибо за то, что послушали политинформацию. Пока! Всем привет! Ник Роженко, партия Шария. Борис Кен Анатолий, Анатолий, все привет! Законные не медлены. Мы будем защищаться, наши права будут отстаиваться. Верим в победу, все будет отлично. Украинский народ селиноправных превращает в животных, трусливых, голодных и беспамятных. Не-не-не, мы будем бороться. Мы не хотим свалить из этой долбанной страны, как говорят некоторые депутаты. Жизнь слишком коротка, чтобы бояться. Поэтому сегодня мы приехали сюда отстоять свой выбор и свое право на данный выбор. Сегодня пять лет моему внуку. Он в Одессе. Надеюсь, он поймет, что я еду защищать его будущее. Анатолий, мы с вами. Редактор субтитров А.Семкин